Итак, всех приветствую. Сегодня мы поговорим про выход из созависимого поведения, когда единственное, что держит человека, это страх неизвестности. Страх неизвестности. История про недоверие себе. По попытку контролировать ситуацию. Здесь, правда, нужно отметить, что желание и стремление контролировать ситуацию возникает не на пустом месте. Здесь важно понимать, на мой взгляд, что желание контролировать ситуацию связано именно с отсутствием доверия к себе. То есть, чем больше человек себе не доверяет, тем больше у него желание контролировать. Потому что, ну вот, в какой-то степени можно назвать доверие к себе, можно назвать таким вот своего рода контролем. Несколько другим, конечно, контролем, но, тем не менее, все же контролем. Другое дело, что, когда и если мы говорим о доверии к себе, мы подразумеваем естественную саморегуляцию. Тогда как мы говорим про интеллектуальный контроль, мы говорим про саморегуляцию, вполне неестественную. И вот эта неестественная саморегуляция, которая претендует немного, немало на прогнозирование будущего, и является тем, что доставляет человеку большие неудобства. Поэтому нужно развиваться доверие к себе, вот, и учиться реагировать на обстоятельства, что называется, своевременно, актуально, а не пытаться прогнозировать и планировать. Потому что здесь, кроме разочарования, мало, что можно встретить. Для чего человеку нужно контролировать какие-то вещи и пытаться их прогнозировать? Для того и потому, что человек рисует очень часто себе довольно-таки страшные картины своего будущего. Возникает еще один вопрос. Почему человек рисует себе страшные картины будущего? Потому что это в нем говорит агрессия. Когда человек говорит агрессия, это означает, что она на самом деле предназначается кому-то вовне. Например, вот в случае, там, человека, да, какого-то. Это близкий родственник, который, ну, как-то болеет, как-то страдает, да, и так далее. В случае, там, в другом случае это может быть партнер, который нарушает личные границы. Иногда это то, что происходит с детства. С детства эта злость в человеке остается невыраженной, и она, превращаясь в аутоагрессию, то есть агрессия направлена на самого себя, визуализирует страшные картины, картинки будущего. Потому что для человека этот способ разрядить и снизить напряжение, но он же себе это запрещает. И оказывается, вот в такой ловушке. Еще очень важный момент заключается в том, что у человека, находящегося в зависимых отношениях, есть большие проблемы с самооценкой. Есть, как правило, очень сильные требования к себе. Вот, например, мы можем видеть, что человек очень часто требует от себя чего-то, что он сделать не может, что он сделать не в силах, такое сплошь и рядом. И естественно, такой человек будет искать, скажем так, помощи. Он будет искать кого-то, кто мог бы ему помочь, только потому, что требует от себя чего-то несоразмерного его силам. Понятно, что в какой-то степени самооценка повышается за счет восстановления контакта с собой, со своими чувствами и проживания негативных чувств. Но в то же время она восстанавливается и через некоторую боль и разочарование принятия своих ограничений. Сделать это самостоятельно практически невозможно. Еще очень важный момент. Люди тяжело выходят из зависимых отношений, потому что у них есть выгода. Когда у меня есть, когда мне выгодно какое-то поведение, даже если оно мне вредит, я довольно тяжело от него отказываю. Мне кажется, это совершенно нормально. Поэтому необходимо, ну, увидеть эту выгоду. Еще очень важный момент заключается в том, что с тех пор, как люди узнали о том, что есть такая история, как созависимые отношения, равно как и с тех пор, как люди вообще узнали про какую-либо болезнь и начали акцентировать на ней внимание, то любая болезнь таким образом обрела очень большую власть над человеком. Человеку очень легко оперировать какими-то категориями, предполагая, что всем все понятно. На самом деле это не совсем так. Если мы боремся с созависимыми отношениями, если мы пытаемся из них выйти, то эти самые созависимые отношения обладают все больше и больше над нами властью. Мне кажется, что конструктивным было бы такое направление работы, когда человек расширяет восприятие своей жизни, смотрит, а что еще ему вообще интересно, чем он еще занимается, где он еще может себя реализовать и прочее, чтобы эти самые созависимые отношения перестали иметь над ним такую власть. Дальше. Созависимым людям очень часто тяжело быть в одиночестве. В общем-то, они прямо так и говорят, мне морально тяжело быть одному или одной. С чем это связано? Но хочется спросить, как получается так, что тебе тяжело быть самым близким для тебя человеком самим собой? Ты себя отторгаешь? Ты себя не принимаешь? Вследствие чего тяжело быть в одиночестве? С этим тоже нужно работать. Вот, пожалуй, как-то так. Я думаю, что тяжесть нахождения в одиночестве связана с появлением определенных элементов, которые разрушают привычные представления о себе. Это причиняет боль. Человек боится этой боли, не может, фактически, о ней ничего никому сказать, и отсюда появляется такое дезруктивное поведение. Задача психолога, как мы понимаем, стоит в коррекции данного феномена. И получается, что выходить из созависимых отношений, в общем-то, и не обязательно. Достаточно просто в рамках созависимых отношений сформировать свое четкое, крепкое, устойчивое личное пространство, в котором бы вы жили бы своей жизнью. И, кто знает, может быть, из созависимых отношений выходить тогда и не придется вовсе. На этом все. Я надеюсь, что это было вам полезно и интересно. Вот, если захотите поддержать мою работу, то ссылочка будет в описании. Всем спасибо.